прекрасный тайский солнечно-облачный день я приветствую всех кто решил присоединиться к нашему сегодняшнему прямому эфиру и помните дорогие друзья у нас здесь развлекательный канал для тех кого большинство социальных элементов считают сумасшедшими добро пожаловать в наш тур дом сегодня здесь и сейчас мы здесь как правило разговариваем на всякие разные темы которые очевидным образом идут в разрез с массовым представлением государственных систем о том что такое хорошо и что такое плохо как говорится тут к отцу пришло дитя и спросила кроха вот сейчас этих кров много очень разных становится по миру и и крохи сейчас начинают задаваться наконец вот этими вопросами относительно того а что же что же хорошо что плохо ведь если у нас вот добрый боженька где-нибудь там с бородой на вот облаке там где-то сидит наращаться на нас на всех и если где-нибудь там вот этот руатый черт который постоянно нам гадости всякие делает провоцирует ну что интересно люди то в основном в церковь приходит грехи отпускают а потом опять к рогатому в гости приходит ну а чтобы нормально как многие католики они в церковь ходят по выходным приходят туда потом из церкви выходят и пошли значит по соседке нашпиливать диета понимаете да делать бомбом и все такое прочее как же ты говорит пошел нормально как пошел грехи отпустился можно опять никаких проблем 4 грех несмертный да грех грешочек такой да пошел налево сделано лучше самое главное вовремя ходить и отпускать грехи поэтому остальное как бы особого значения не имеет грехи тоже надо правильно пускать можно сделать все процедуры которые рекомендует этот белый воротничок ну там белый воротничок у нас здесь эти чернокрижники вот эти в рясах низко кодила машут в разных религиях разные есть вот эти вот на люди специально обученные которых есть сотовый телефон с боженькой за ваську горит тебя прошу слышь говорит огород госпи горит за ваську тебя прошу васька сегодня хорошо говорит принес говорит дуров горит принес горит хорошо горит поэтому прошу тебя за ваську и замашку наш смысл смысл выдурачивание это одурачивание происходит с бесконечно давних времен вот это одурачивание проходит ну кому-то это весело играть во все это кому-то не очень весело играть но бог находится внутри каждого из нас творится уже не настолько идиот что необходимо сделать человека зависимо от какого-то другого объекта от человека кстати у нас тут недавно вчера по моему на выступление искусственного интеллекта посмотрел на горит у нас грит священники искусственный интеллект и горит теперь же есть горит и проводят разные мессы и все остальное поэтому скоро выиграет двуногие дебилы горит будете уже никому не нужны мы все горит сделай как надо и психологи в теле и стоит в два раза дешевле чем у коже мешков которые по тем или иным специальностям трудиться прямо открытым текстом искусственный теле говорит дебил играет скоро говорит вы останетесь все безработные вот так а что значит искусственный интеллект который говорит что вы останетесь безработным о чем идет речь речь идет о том работе порабощение вот о чем идет речь не нужны будут разные судьи потому что судить будет искусственный теле независимо не нужны будут коррупции вообще как таковой не будет чиновники тоже не нужны будут потому что все за них тоже искусственный интеллект все правильное решение будет принимать а также не нужны доктора сейчас у нас проводится все вот это вот вот это вот все у нас уже собяши этот оленевод бельдеев и не только оленеводы бельдеевых в каждой стране есть своя оленеводы бельдеевы они говорят говорит все говорит зашибись говорит ребята не нужны нам больше и вот эти вот статисты за компьютерами у нас горит есть электронные теперь доктора пришел горит тебе горит в жопу говорит один штепсель засунули горит датчик горит в ухо другой в нос третий в пасть говорит тоже датчик воткнули горит во все дырки горит датчики запихивали тебе все горит лампочки помигали горит все тут же шприц высовывается тебе нужную инъекцию в сраку проставили там или еще куда скальпель выехал там правое яйцо отрезали если что не так или левую сиську отрезали тут же зашили говорит что свободен кредита списали охренеть вообще как как все у них весело и вот оленеводик бельдеев он уже активно у нас есть такие поликлиники где где говорит уже говорит все говорит искусственный интеллект воспринимает горит во все и вот этих болванчиков ставят еще и в мфц так что сидящий на жопах дамы и не только дамы в мфц скоро вам уже будет думать на каком болоте жопой клюк утолочит почему потому что уже все должностей таких не будет а соответственно что людям делать дальше если искусственный интеллект займет все посты и все будет делать сам вообще зачем они тогда нужны эти люди тиху искусственный интеллект будет двумогих такое большое количество тараканов то не нужно для образца там какое-то количество нужно а так нет не особо то и нужно но об этом предупреждали все разумные люди и умные кстати тоже и стивен хоггинс говорил по этому поводу говорит ягарит конечно говорит помру говорит но вам дебилом сладко говорит не будет потому что самая большая опасность из всех которые горит вас дурачком говорит здесь подстерегает это искусственный интеллект вот говорит чего говорит обсираться надо а выиграть всего модифицируете разно всяческим образом демодифицируйтесь дебилы у вас горит так как модифицирует что дальше вы уже с вами наблюдаю вот эту меняющиеся нахрен реальность понимаете поэтому что дальше остается дальше остается только как в терминаторе сражаться с этими киборгами с ранами махать так сказать манчетты направо и налево дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание ну ладно тем передачи сегодня было так как домочадцев из их будок выкуривать смотреть что у нас сейчас происходит дорогие друзья сейчас у нас риторика делу и из каждого утюга из каждого утюга минпром срань транс закупил пятьсот шестьдесят четыре тысячи костюмов биохимической защиты закупил для этих для проводников поездов дальнего расследования что понятно что закупили где-то там нужно будет ездить знают горит чё это значит грязный бомба посыпать сверху и одновременно с этим разговоры идут по поводу того что вот запад поставляет вооружение ракетные системы которые могут долететь до москвы разно всячески супер дроны которые вот в обход разных всяких панцирёв и прочих ракетно сбивательных систем говорит все говорит долетит и там говорит все расплит говорит на голову беспечным москвичам парижанам питерцам да кому угодно при этом еще стене как его там зовут вот этот стене которые есть у нас там якобы от российской федерации говорим такой где-то в организации облегченных наций рассказал публику американцев говорит давно говорят есть уже дроны говорит который ядреных комаров говорит доставляют куда надо говорит кнопку нажал говорит они вылетели оттуда всех пожалили и все горит вирусами заваление все часть небоиспособны откуда знает без денег ну наверно ему бидон горит на ушко шепнул говорит ты горит давай горит давно тоже говорит вот это озвучить они же там все согласовываются надо озвучить чур озвучивать не надо поэтому вот этот безумный кардебалет который происходит люди сидят они таращатся в эти средства массовой дезинформации в этом стен сейчас там смотрят но яндекса надо отблевался от всего этого горит мы горит поисковой системы предвидите видеть гребесы сданьте там горит в сторонке потому что говорит мы бетон уже то что вы там черни какую-то а выжить и горит люди в уши горит несусветную горит срань горит просто ну скоро горит люди горит начнутся горит не здорово будет что же яндекс очернять нехорошо давайте отделяйтесь со своим стенам и сидите горит там в сторонке чтобы потом чистенькие остались а то что они там мозги засирали много лет подряд на своей главной странице вот этой вот чернухой дурной которые накачивали людям головы это как-то вот виноватого найду виноватого спишу у нас вон один виноватый уже в курточке за полмиллиона и в часиках там за три миллиона прыгает бедоши точно такой же не существует этих персонажей еще раз бывает как было сказано хотите вертикать здесь еще очень интересная информация имеет место бы это касается украин дорогие друзья дело в том что украинский мид разослал в разные страны паспорта не продлевать пускай все приезжают к нам на родину особенно мужчины особенно призывного пускай едут прилетают мы им здесь паспорта оформим дадим все к паспорту что нужно военный билет тоже дадим и мы знаем куда его отправить а что рафистана это не коснется что в полный рост кстати еще в позапрошлом нет 2020 года 2020 году уже разговорчики по этому поводу шли о том что нечего там гражданам уезжать из рафистана еще ни о какой моделизации разговора даже не было никто даже газики не выпускал по этому поводу шептунков еще никто не выпускал а уже попахивал в эфире хорошо же информация это было понимаете в консульстве посольство же информация была и по поводу долгосрочных паспортов тоже нежелательно оформлять долгосрочных паспортов сейчас интересно поэтому это как один из способов обратно прислать тех кто свалил уехал милое дело это как что без паспорта можно тебя сразу в эдиси катаю эдиси это депортационная ну типа тюрьма а оттуда спецрейсом в любимый эрэп стандартанта вот тебе автомат сапоги пендели под жопу и вперед подхожу красота среди ведущих первых не отстающих поэтому дорогие мои сейчас тем кто находится в других странах хорошо бы почесать здесь кому-то может быть надо вот там почесать еще для того чтобы понять простые вещи пока есть время надо откладывать на завтра можно таки сделать сегодня и желательно отправиться и получить еще один паспорт а вообще лучше всего озаботиться получением паспорта другого который страны скажем которая очевидным образом в этом безобразии в этом виде виде прямой явной утилизации участвует не собирается вот этим стоит я как-то рассказывал уже по поводу специальных карточек юнси айчп и кстати получил интересную еще есть занятные варианты связанные с получением паспорта гражданина конкретного зеландии даже новую зеландию а в новой зеландии ягоды растут киви называется дорогие друзья поразмышляйте может быть где-то подальше от городов маленькую фазен долл готовить не смысл как часто принимайте сульфан раз в два месяца не чаще всех целую дорогим друзьям до новых встреч дорогие друзья в эфире пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание а